Трудовой стаж Юлии Матюниной чуть больше года. За свою недолгую карьеру она уже успела попробовать себя и в роли дворника, и соцработника. Зарплату получала чуть больше 5000 рублей в месяц. Вполне достаточно, признается, чтобы не просить у родителей деньги на карманные расходы. Юля сама купила телефон, констовары для школы и одежду. В преддверии каникул снова обратилась в молодежный центр Самарский. Ей уже подобрали вакансию, помощник специалиста. Друзей можно новых заводить на работе. Опыт еще раз профессиональный получать. Заполняется трудовая книжка, то есть уже какой-то опыт в работе будет. Интересно просто знавать что-то новое, работать. Работу подросткам предлагают рядом с домом, почтальоном, библиотекарем или помощником садовника. Хотя есть и элитные вакансии для тех, кто, например, мечтает стать космонавтом или конструктором. Есть и трудоустройства на временные рабочие места, на предприятия, на промышленные города. Это такие предприятия, как Авиакор, завод приборных подшипников, ЦСКБ Прогресс. То есть спектр достаточно хороший. То есть если ребята планируют как-то в дальнейшем связать свою жизнь именно с промышленным сектором экономики, либо просто интересно попробовать свои силы, посмотреть, добро пожаловать. Эту осень с пользой для будущей карьеры и кошелька могут провести больше 300 подростков. Чтобы трудоустроиться, нужно выбрать подходящую вакансию и собрать пакет документов. В том числе заявление от родителей, согласие органов опеки, а также справку о наличии или отсутствии судимости. Подробности готовы рассказать специалиста молодежного центра «Самарский». Лариса Шалафаст, Максим Гусев, События.